Санкт-Петербург, главный туристический центр России, получал туристический Оскар World Travel Awards в 2020. А знаменитый Эрмитаж по популярности обгоняет Третьяковскую галерею. Но за блеском северной столицы гости часто не замечают ее великолепных пригородов. Максимум останавливаются на Петергофе. Сегодня я хочу рассказать вам о крупном городе Ленинградской области, который многие российские императоры любили даже больше Петербурга. Из резиденции и тенистых садов, в которых не хотелось уезжать. Это видео о Гатчине. Сказочный и полный загадок. Секу 40 километров от Петербурга и вы в Гатчине, известной под этим названием с начала 18 века. Название происходит от глагола «гатить» – делать настил на болоте, чтобы пройти или проехать. Но сегодня ухоженная Гатчина нисколько не напоминает заброшенное болото, которым когда-то была. Город очень уютный, зеленый, пышный. Лучше всего ехать в начале лета или сентябре-октябре, когда яркие природные краски дополняют силу рукотворных дворцов, беседок и прудов. На гатчинские ижорские земли очень упорно претендовала Швеция. Однако по мирному соглашению в 1702 году они наконец-то полностью отошли Российской империи. Первой именитой владелицей усадьбы Гатчина считается сестра Петра Великого – Наталья Алексеевна. Впоследствии имение выкупила Екатерина Великая и подарила его своему фавориту Григорию Орлову. Да, альфонсы раньше были посильнее, посерьезнее. Но если считать, согласно некоторым историкам, что именно граф Орлов организовал для императрицы дворцовый переворот 1762 года, то и подарок кажется равноценным. Настоящий расцвет Гатчины и ее дворцов и парков стоит отсчитывать с 1783 года, когда она перешла во владение Павла I. Кстати, городом Гатчина стала только в 1796 году. При Павле I при дворце появилась собственная маленькая флотилия, типа потешной армии Петра I, только на воде. Устраивались даже целые маневры на яхтах. 1 ноября 1800 года Павел I уехал из любимой Гатчины, чтобы осветить свою новую резиденцию в Петербурге – Михайловский замок. Увы, он не знал, что покидает Гатчину навсегда, что до его кончины остается меньше года. Трогательным было в 1854 году открытие памятника убитому императору. Его сын Николай I описывает события как воспоминания о всех счастливых и теплых днях, которые мы семьей провели в милой Гатчине. По Николаю I началась масштабная перестройка дворца и прилегающих территорий. В принципе, тот вид, что является нам сейчас, появился в этот период. Самым старинным зданием Гатчины считается круглая Рига. Она числится на картах с 1760 года и, судя по всему, служила перестроенным шведским бастионом. Есть тут удивительный березовый домик. Снаружи он непритязательно обшит березовыми бревнами, зато внутри обставлен с императорской роскошью. Вам понравятся, как называются ворота, ведущие к этому домику. Портал Маска. Как тебе такое, Илон? В Гатчине жили многие известные и творческие люди 18-19 веков. Здесь проводил смотры фельдмаршал Кутузов. Поэт Валерий Брюсов гостил у своих друзей. Работал Константин Уршинский, создавший русскую педагогику. Работал легендарный врач Сергей Боткин. В Гатчине часто снимают кино. Здесь снимали Левшу и Три Мушкетера, версии 2012 года. Главная доминанта – Большой Гатчинский дворец. Знатоки сразу увидят, что его архитектура совсем нетипична для русских дворцов того времени. Он больше напоминает английский охотничий замок с налетом классицизма. Да, для нас это по-прежнему роскошные хоромы. Но для знати той эпохи, взращенной в петербургских дворцах типа Юсуповского, Гатчинский дворец был чем-то вроде дачки. Небольшой, уютной и милой сердцу. Дворец специально выстроен на холме, чтобы выделяться, доминировать над всей остальной местностью. Украшение Гатчинского дворца – его каменная облицовка. Итальянский зодчий Ринальди, ответственный за строительство, пришел в такой восторг от качества и красоты камня из местных карьеров, пудовского, известняка, что на радостях буквально обшил им весь дворец целиком. Решение оказалось удачным. В солнечные дни дворец мягко светится золотисто-желтым свечением, а в пасмурную погоду окутывается меланхоличным серым туманным флером. Спасибо, что не сайдинг. Музей Гатчинского дворца открылся, ох, в какое непростое время. Весной 1918 года. Да, на волне эйфории и торжества от установления свободного социалистического общества начали выставляться реликвии белых – богатеев, императоров и дворян. А самый большой ущерб принесла не гражданская, а Великая Отечественная война. Многие экспонаты при отступлении немецких войск были уничтожены, а многие до сих пор не вернулись из Германии. Удивительная история приключилась с местным уникальным ценным иконостасом. Его уберегла во времена революции местная жительница, выкупив его на дрова. Когда все улеглось, она передала иконостас обратно во дворец. Есть ведь женщины в русских селениях? Основной императорской загородной резиденцией Гатчина стала при Александре III. Он переехал сюда из Петербурга, и вся его семья вспоминала дворец как теплый и уютный семейный дом. Александр III именно в Гатчине стал страстным коллекционером и рыболовом. Здесь же была сказана его знаменитая фраза «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать». Никчемным уловом считалась пара десятков рыбешек, а в хорошие дни можно было выловить до 200 рыбин. Александр III так любил Гатчину, что его прозвали даже Гатчицким затворником. Чтобы ему жилось комфортнее, во дворце были организованы все технические новшества того времени. Заменили водопровод и канализацию, провели отопление, даже телефонную линию и освещение. Вообще Гатчина всегда была таким «сколковым» имперской России. Посудите сами, здесь впервые в России появилось уличное электрическое освещение. 16 свеч Яблочкова озарили темные улицы аж в 1881 году. Кстати, тестировались они в 1877 году в Париже и в Лондоне. Телефонная линия для Александра III, соединявшая Гатчинский дворец и Зимний в Петербурге, была проведена в 1882 году. На рубеже 19-20 веков здесь же появилась первая монорельсовая дорога с вагончиком аж на 20 человек. А в Москве такую вещь закрывают теперь. В 1853 году была проведена первая железнодорожная линия в Гатчину – Варшавская. А потом к ней добавилась и Балтийская ветка. В 1900 году на выставке в Париже. Именно Гатчину назвали самым благоустроенным малым городом России. Да, и позже городок отстаивал свое звание экспериментального научного центра. Именно в Гатчине разместился первый российский аэродром и летная школа. Строилась первая подводная лодка. Зарождалась отечественная ядерная физика во времена советской послевоенной научной гонки. Гатчинский парк. Более 100 гектаров живописных полей, лужаек, рощей, изысканных изящных построек. Все это дворцовый парк Гатчины. Здесь можно гулять целый день, пробираясь от одной беседки к другой, отдыхая в тени павильонов, перебираясь через ажурные мостики прудов, наблюдая за бабочками и слушая птиц, которых в Гатчине великое множество. Кстати, раньше территория парка была почти втрое больше. Даже охватывала часть города и в основном использовалась для охоты. Потом миролюбивые настроения победили. Муниципалитету понадобилось больше места для инфраструктуры и жилья. Так что парку пришлось ужаться от имперских амбиций. Чтобы сделать парк, большой кусок территории пришлось существенно облагородить. В первую очередь избавиться от заболоченности. Но большое количество подземных вод оставили на пользу. Озера серебряные, белые, черные. Из десяток поменьше до сих пор активно питаются родниками и сообщаются между собой. А многим деревьям Гатчинского парка уже более 200 лет. Самая большая его часть – английский парк с озерами серебряное и белое. При его планировании была основная цель. Из любой точки должен быть виден величественный Гатчинский дворец. Причем придумана любопытная оптическая изюминка. Если идти по дорожкам, дворец будет постоянно пропадать из виду и возникать снова. А обилие на нем башенок, балконов, галерей, переходов создает иллюзию, что вы каждый раз видите немного другой дворец. В Гатчинском парке хватает загадочных легенд и историй. В 1924 году здесь впервые услышали знаменитое эхо у входа в грот, от которого начинается тайный проход к покоям Павла I. Крикнули Павел, но в ответ услышали не Вел-Вел-Вел, а Умер. 130-метровый тоннель к Серебряному озеру доступен к посещению и сейчас. Проверить легенду вы можете лично. Сюда постоянно приходят группы туристов, пытаясь узнать, правда это или миф. Приоратский дворец. Приорат – один из самых необычных замков не только в Гатчине, но и во всей России. Его построили в конце 19 века под руководством русского Леонардо да Винчи, архитектора Львова. Император Павел I был великим магистром Мальтийского ордена, кстати, старейшего в мире. Он и в 1799 году повелел построить этот дворец как резиденцию ордена в Российской империи. Приорат происходит от французского слова «приоре» – небольшой монастырь, монастырское землевладение. И действительно, Приоратский дворец похож на небольшой средневековый европейский монастырь, причем в католических традициях. После смерти Павла I его вдова Мария Федоровна передала дворец лютеранам, которые использовали его как храм, а уже после сакральная роль и вовсе утратилась. Во дворце комнаты раздались придворным. Кстати, уже тогда в Приорате было проведено революционное паровое отопление, так что жилось там с комфортом. Словно в Редисо, у Приоратского дворца есть две уникальные особенности. Первая – это единственный в России памятник землебитного строительства. Его построили из суглинка, который буквально был под ногами. Никаких иноземных материалов не привозили, а вышло симпатично. Вся конструкция несимметрична, в ней нет повторений. Каждая точка зрения открывает новый вид на один и тот же дворец. Смотрим со стороны подпорной стены – это неприступная крепость. Плывем по Черному озеру – дворец стоит на острове. Заглянем с южной стороны – ну, вылитая готическая капелла. А с северной – стены прямо из воды растут. С главного фасада Приорат обманчиво кажется обычной загородной усадьбой. А кухонная часть территории вообще напоминает типичную русскую избу. Главная легенда Приоратского дворца – тайный подземный ход, соединяющий его с гатчинским императорским. Да, при реставрации Приората был обнаружен довольно широкий выложенный камнем ход. Но его связь с главным дворцом так и не подтверждена. Как, в принципе, и основные цели использования. Основная версия – это лишь часть коммуникаций типа канализации. Хотя, кто их знает, этих монархов-паникеров? Почему стоит ехать в Гатчину? Гатчина и спустя века остается сказкой, мирно живущей под боком шумного мегаполисного Петербурга. Это место отдыха и мечтаний. Побывав там, легко понимаешь, почему отсюда так не хотели уезжать императорские семьи. Вот маленький эркер со столиком, в котором Мария Федоровна пила утреннюю чашку чая и отвечала на письма, давая глазам отдохнуть с видом на парковые аллеи. Вот уютные пруды, по которым в коротких штанишках шалопайничал Александр Третий, ловя лягушек. Вот кухонная каре, где стоит церковь. Именно в нее приходили члены правящей семьи по церковным праздникам и на воскресные богослужения. А вот водный лабиринт, где особенно приятно оказаться в жаркий летний день. Позвольте себе отдохнуть как короли, простите, как императоры. Гачина вас примет с любовью и гостеприимством, как это было всегда. Продолжение следует...